Понятное дело, что существуют специальные схемы очистительные, нейтрализующие токсины, выводящие их, нейтрализующий алкоголь и его воздействие на разные органы, пока он еще, как говорится, не наделал таких системных сбоев. Прочистить и подержать нашу печень, избавиться от тех излишков непереваренной пищи, которые скопились в кишечнике, которые, кстати, тоже добавляют парочку-тройку килограммов, не только тот жир, который мы накопили за праздники, непосредственно сам жир. Поэтому, чтобы все это сделать, нам нужно дать возможность нашим органам расправиться, встать в правильное положение, потому что очень часто из-за нашего неправильного положения тела все внутренние органы у нас сжаты, передавлены, где-то опущены. И, разумеется, в таком положении им очень сложно. Мало того, что работать нормально и, разумеется, очищаться. Поэтому сегодняшняя работа у нас как раз нацелена на то, чтобы немножечко, как говорится, отдать свободу внутренним органам, расправить вот эти внутренние пространства, поставить их на место, то есть если уже, конечно, имеет место серьезное опущение, допустим, вследствие сложной беременности или каких-либо других, допустим, травм или деформации позвоночника. Ну, а всем же остальным все упражнения будут достаточно универсальны. И первое, над чем мы будем работать, наши ребра, которые как раз из-за позвоночника немножечко пережимают все то, что находится под ними, все то, что находится внутри. Верно, грудная клетка, вот она сжимает все наши внутренние органы, собственно, ответственные за нормальное переваривание пищи, за, собственно, нормальное функционирование этих самых органов. И не дает им, то есть смещает их, пережимает, не дает им полноценно встать на свои места и, как говорится, нормализовать свою работу. Вот, поэтому именно с грудной клетки мы и начнем. Нам нужно ее расправить, да, потому что, сейчас вот я покажу, потому что любой человек, у которого хотя бы малейшее нарушение осанки, да, а если уж мы, как говорится, трезво склянем каждый на себя, да, честно, мы не балерины, да, и если не балерины с ровной спинкой, да, и не военные, которые ходят с выправкой, да, железной, то однозначно нарушение осанки есть. А это значит, идет смещение и изменение, деформация грудной клетки, да, вот реберной клетки. И нам ее немножко нужно скорректировать, да, вот смотрите, сзади наперед, потому что, разумеется, эта деформация, она как раз и выводит, так сказать, из строя, да, нарушает функционал, нормальное функционирование всех внутренних органов, которые мы будем восстанавливать и чистить. Поэтому сейчас мы сделаем несколько упражнений, которые как раз помогут нам, да, вот раскрыть нашу грудную клетку, раскрыть немножечко и восстановить правильное положение реберной клетки, потому что, собственно, пережатая смещенная реберная клетка, она и желудку мешает, она буквально его вот стискивает и сдавливает. Поджелудочные железы, печени, кишечника задерживают выведение алкоголя и продлевают интоксикацию организма, да, поэтому, чтобы этого не допустить, мы сейчас развернем немножечко, ну, это, конечно, будет параллельного действия и на позвоночник, но в основном на себя, собственно, да, вот основу восстановления примет на себя как раз реберная клетка. То, что мы делаем сейчас, это, конечно же, принесет невероятную пользу нашему организму, потому что даст свободу внутренним органам, расправит их, да, поможет им занять правильные места и тем самым подготовит к последующей программе «Росинка», да, вот, ну, поэтому я и даю вот такую подготовку на открытых вебинарах, чтобы вы потом уже сами решили, да, стоит идти дальше или не стоит, ну, надеюсь, что решите, что стоит, потому что вот эта работа, она очень тесно связана с самой программой и, так сказать, является таким очень хорошим стартом для нее. Итак, как мы будем работать сейчас над раскрытием реберной клетки? Первое упражнение будет, ну, достаточно простым, это стоит по технике, да, но в выполнении потребуются определенные усилия. Смотрите, мои хорошие, то есть упражнение достаточно простое и одно из самых базовых, которые раскрывают, да, ребра и которые восстанавливают положение реберной клетки, это руки за спиной, да, сейчас я покажу, как оно выглядит и мы с вами сделаем. Если вдруг у вас, скажем так, комплекция не позволяет сцепить руки за спиной, вы помните, да, что мы используем для того, чтобы все-таки это сделать полотенце, да, то есть вы между руками, то есть у вас, ну, скажем так, нет возможности захватить сзади руки, да, ну, то есть они не сцепляются, возьмите, чтобы между руками было натянуто полотенчик или поясочек какой-то, то есть неважно что, но у вас руки должны максимально быть заведены назад и подняты в этом положении вверх при ровном корпусе, то есть мы не наклоняемся вперёд, да, не, так сказать, не сгибаем тело. Ровная осанка – это важное условие для эффективности этого упражнения, да, не нужно мне спину вопросительным знаком гнуть, как некоторые присылают свои варианты выполнения этого упражнения, если я, ну, скажем так, подозреваю, что человек что-то неправильно делает, прошу записать, как он это делает, вот, и на некоторых видео вижу такое, что просто удивляюсь, как человек может смотреть мою инструкцию и, соответственно, делать при этом неправильно, но всё-таки, как говорится, да, моя задача терпеливо и донести вот то, как действительно важно делать, да. Итак, ещё раз повторю, сцепляем ручки сзади, если есть такая возможность, если вы спокойно можете взять руки сзади, сцепить в замок, вытянуть их ровно, да, то есть не сгибая в локтях, и поднять как можно выше, не опуская корпуса вниз, да, с ровной спиной. Если же нет такой возможности, возьмите между ручками, ну, то есть, собственно, в одну ладошку, в другую, натяните между руками сзади полотенце или поясок какой-то, да, то есть у вас руки, ну, не будут, как бы, вместе в замке, а они будут идти параллельно друг к другу, да, между ними будет натянутый поясок сзади. Вот, и в таком положении, ну, постарайтесь, конечно, этот поясочек вот немножко поперебирать пальчиками друг навстречу другу, да, ручкой, чтобы, ну, максимально возможно руки приблизить друг к другу. Я понимаю, что не у всех сразу это получится, именно в таком варианте, как показывает наша модель, да, поэтому сделайте по возможности, да, близко друг к другу, руки вытянуты абсолютно ровно, и поднимаем вверх, и стоим в течение одной минуты в таком положении. Я сейчас, собственно, дам где-то секунд 30 на то, чтобы подготовиться, да, и засеку одну минуту на само выполнение. То есть именно вот эта стойка, это и есть, да, потихонечку, так, именно в течение этой минуты и будет выдвигаться вперед, загнутая назад наша реберная клетка, будет потихонечку выправляться, выдвигаться вперед. Так, сейчас засеку одну минуту. Так, хорошо, минутка пошла, стоим, выполняем, выполняем, это невероятно важно упражнение. То есть мы сейчас с вами, ну, если так углубиться, да, немножечко, и пояснить, мы сейчас будем выправлять грудную клетку по двум осям, по, собственно, так сказать, по вертикальной и по медиальной. Ну, грубо говоря, если сверху на нее смотреть, да, крестообразные такие, крестообразное такое разделение. Сзади наперед, да, и слева направо. Две оси, две плоскости, даже не две оси, две плоскости, по двум плоскостям. Вот то, что мы сейчас делаем, это как раз сзади наперед, да, медиальная. Так, держимся. Так, еще немножечко, еще 25 секунд. Понимаю, что не самое простое упражнение, но, тем не менее, очень-очень важно, нам крайне важно выправить, расправить грудную клетку. Кстати, после этого упражнения очень хорошо держится осаночка, но осанка, конечно, сама по себе очень важна, но боюсь, что без дополнительных упражнений сама по себе осанка не гарантирует выправление грудной клетки, да, поэтому вот, собственно, мы сейчас делаем упор не столько на осанку, да, а она уже сама как бы выправляется, да, так сказать, по умолчанию, сколько именно на грудную клетку. Там хорошо, отпускаем, поставьте плюсик, если все получилось. И сейчас мы с вами выполним второе упражнение, где будем прорабатывать уже, соответственно, ось, которая идет слева направо, да, если вот так вот полностью тело разделить пополам, да, от одного плеча до другого плоскостью. Вот, собственно, вот эту плоскость мы сейчас и будем прорабатывать. Сейчас у нас было сзади наперед плоскость, а сейчас слева направо. Итак, смотрите, как мы работаем. Эта техника тоже очень мощно, собственно, да, помогает выправить объем грудной клетки, и сама по себе она очень простая. Смотрите, что мы делаем. Здесь нам помогают легкие, да, в нашем непростом деле. Как можно сильнее мы должны наполнить наши легкие. Причем вспоминаем, как я вам рассказывала, что такое полное дыхание, да, не дыхание животом, не дыхание легкими, а полное. Это когда сперва заполняется живот, затем низ легких, середина, верхушка, и у вас полностью вся, получается, да, грудная, грудная, как это сказать, господи, в общем, вся грудь наполнена воздухом. При этом вы плавно поднимаете руки вверх, и как только у вас вся грудная, не емкость, а господи, как это, полость вот заполнена воздухом, да, то есть легкие по всему объему набрали воздух, вы опускаете руки, прямые руки, и вот прижимаете эти прямые руки к бокам, да, то есть немножечко сжимая реберную клетку, таким образом она получает свое наполнение изнутри и сжатие с боков, да, то есть дополнительное выпрямление, дополнительное, скажем так, дополнительную коррекцию. Давайте сейчас я покажу, как это выглядит. Итак, медленно поднимаем руки вверх, при этом наполняем живот, да, и легкие, и опускаем руки и прижимаем их к туловищу, только, пожалуйста, сразу воздух не выпускаете. Посмотрите на то, как это делается, и здесь важно, что, опять же, повторю, что здесь упражнение не на осанку, а именно на коррекцию реберной клетки. Поэтому мы с вами выполняем это упражнение, стараясь удержать вот этот вот вдох и прижатие рук к туловищу как можно дольше, то есть пока хватит воздуха, да, внутри ваших легких. Еще раз давайте повторю, как делается вдох. Сперва направляем воздух в живот, потом заполняем грудь, да, то есть, собственно, наполняем легкие. То есть вот уже накачаны вы, как такой бурдюк водой, да, то есть весь, все заполнено, и животик, и грудная клетка воздухом, и тогда только ручки опускаем и прижимаем их к бокам, да, то есть вот в такой позиции, сколько сможете, столько удержитесь. Кто-то секунд 10, кто-то 15, кто-то, соответственно, 20. Насколько хватит вашего вот этого запаса воздуха, да. Можете посчитать про себя, да, и написать, какое количество секунд вы продержались, потому что, между прочим, это очень хороший показатель вашего общего здоровья, да, то есть сколько кислорода вы набрали, да, то есть сколько воздуха вы набрали, сколько там кислорода, насколько вам этого кислорода хватило. Поэтому задержитесь, да, ровно настолько, насколько у вас хватит набранного воздуха. Здесь главное, да, сохранять ровную спинку и прижиматься прямыми руками, соответственно, к бокам, да. Вот, то есть вот это и есть те условия, при которых у нас выправляется, раскрывается рёберная клеточка, клетка. Три раза необходимо так проделать. Сперва, вот после того, как вы один раз делаете, напишите, сколько секунд вы могли продержаться, смогли продержаться, да, затем повторим это ещё два раза. То есть вот такая вот у нас с вами идёт подготовка к последующей работе по очистке. Так, хорошо, мои дорогие. И те, кто уже сделал, давайте ещё два раза повторим, да, то есть набираем полную грудь воздуха при подъёме ручек вверх, затем руки опускаем и вот в этом набранном состоянии удерживаемся вот примерно столько, сколько вы, соответственно, удерживались до этого. Тут даже считать не надо, да, потому что, как говорится, вам организм сам подскажет, когда уже пора сделать, выдохнуть этот воздух, да, где уже произошёл газообмен, да, кислорода на углекислый газ, выдохнуть и, соответственно, вдохнуть новый. То есть ждём до максимума, да, соответственно, своего, который вы можете удерживать. Считать уже не нужно. Так. Хорошо. Но, особенно если, так сказать, учитывая, да, что воздух набран не просто в верхнюю часть лёгких, да, и среднюю, которыми мы привыкли дышать, а женщины вообще только в верхней части лёгких дышат, да, где-то примерно, ну, если на пять частей разделить, да, верхние две пятых, вот, то есть поверхностно, да, поэтому у нас вот грудь вздымается часто. А если все лёгкие запомнить, то есть до самого низа, да, животик сперва надуть, потом средняя часть лёгких, потом поверхностно, то есть полностью мешочек наш, да, лёгочный, так сказать, набрать, то, разумеется, расход будет быстрее идти. Но и это дыхание, разумеется, намного полезнее. Так. Так, пока доделывают наши активные участницы, соответственно, чуть-чуть расскажу, что у нас дальше. Дальше поделюсь несколькими секретами, тоже, скажем так, парой способов, которые помогут достаточно быстро улучшить самочувствие после, так сказать, бурных вечеринок, бурных празднований, проверенных, разумеется, не таких мощных, да, очищающих, как полная программа, но тем не менее дающих очень быстрое облегчение. Объясню, почему именно они работают так, и, соответственно, вы можете взять их на вооружение вместе с теми упражнениями, которые мы сегодня разбираем. И мы идём дальше. Одним из очень важных упражнений, которые позволяют нам опять-таки, да, освободить от пережатого состояния наши внутренние органы, является, конечно, не только раскрытие грудной клетки, но и расправление диафрагмы. Да, это упражнение я давала в рамках курса по осанке, да, когда мы работали с шеей, по-моему, это было как раз в мастер-классе «Молодая шея. Раз и навсегда». Но, тем не менее, в данном случае это упражнение имеет небольшую, скажем так, техническую особенность, в отличие от привычного нам. И, разумеется, выполняется оно уже с целью раскрытия диафрагмы для освобождения пространства для внутренних органов, в частности, для печени и для желудка. Потому что наша диафрагма, опять же, из-за той же плохой осанки, имеет свойство слепаться. Вот это как плоская мышца, которая натянута над нашими, над брюшной полостью. И поскольку это всё-таки мышца, и из-за плохой осанки, из-за того, что сжата рёберная клетка, она вот комкается буквально в несколько слоёв и сжимается. Вот представьте, ровная плоская бумажка, а вы её вот скомкали. И вот, собственно, в таком положении те, скажем так, слои диафрагмы, те части диафрагмы, которые соприкасаются с другими, вот в таком скомканном, сжатом положении, там происходит слепание. И вот наша диафрагма, вместо того, чтобы, так сказать, быть широкой, расправленной, ровной, да, и тем самым давать некую такую, с одной стороны, защиту, с другой пространство для внутренних органов, и для печени, и для желудка, и поджелудочной, она наоборот на них давит, она наоборот их заставляет оставаться вот в этом сжатом и деформированном положении. Поэтому сейчас мы вот для этого предварительно раскрыли грудную клетку, да, имеется в виду рёберную клетку. Сейчас расправим диафрагму, раскроем её, да, вот, помните, я вам показывала, что вот в таком вот слипшемся она состоянии, да, и мы её просто расправляем, чтобы она снова была ровной, гладкой, прямой, да, и, как говорится, не создавала помех, потому что и длительное, вот, вот, хождение, я почему и показала вам, да, вот это такое полулежачее положение на диване, да, в котором у нас обычно привыкли отдыхать, да, тюленить, как говорится, да, во время длительных праздников. Это положение безумно опасное, потому что именно в нём, начиная при вот такой вот скученности наших внутренних органов, да, при зажатой рёберной клетке и вот склеенной диафрагме может возникнуть такая, такое неприятное, скажем так, явление, даже не явление, а патология, как грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. То есть, когда видите, вот, желудок, да, который, собственно, в который пищевод идёт, да, он, как бы, немножечко вот в этом, ну, разумеется, в диафрагме есть отверстие, да, через которое проходит пищевод и, собственно, ведёт к желудку. Так вот, желудок настолько уже пережат, что часть его продавливается, как вы видите, да, вот в это самое пищеводное отверстие. И это, да, вот как раз виновата, и вот эта скученность наших органов, да, из-за зажатой рёберной клетки, перелипание вот этой диафрагмы, её, опять же, вот эта вот, да, сжатость и скомканность. И, конечно же, постоянные неправильные позы, особенно вот это вот сидение полулёжа, да, вот полуразвалившись, да, как я вам показывала, как у нас обычно вот в расслабленной такой позе на диване лежат, да, раскинув, как говорят, по бокам руки, или в одной руке пицца, в другой пиво. Ну, или, это, конечно, утрированный образ, но, тем не менее, нам всегда, когда мы ложимся или садимся на мягкий диван, кстати говоря, многие на кровати так любят отдыхать, подложат пару подушек, и вот такое полусидячее положение себе устраивает. Да, телу комфортно, а при наличии вот таких вот, так сказать, да, деформаций внутри, можете себе очень неприятное, так сказать, неприятную патологию заработать. Именно поэтому мы расправляем сейчас реберную клетку, именно поэтому расправляем диафрагму, который у нас раскрывается пошире, вот это вот, собственно, отверстие, да, в которое проходит пищевод. И таким образом мы убираем риск возникновения вот этой грыжи. И наше очень простое упражнение, имеющее одну техническую особенность, да, выполнение, оно позволяет нам раскрыть диафрагму, раскрыть, убрать ее, вот эту скучность, да, скомканность, залипание. Чтобы понять, как это работает, обратите, опять же, внимание на то, как у нас, в принципе, диафрагма работает, да, и что нам нужно сделать, чтобы ее раскрыть, да, вот расправить, вот из слипшегося, такого, да, скученного, скомканного состояния расправить полностью, чтобы она, как говорится, да, заняла то положение, которое обязана занять, и которое мы, в принципе, уже платформу для этого, да, создали путем раскрытия реберной клетки. Смотрите, при вдохе, когда мы, собственно, набираем воздух в легкие. У нас легкие, как бы, давят на диафрагму, она опускается вниз и при этом сокращается, да, то есть по площади сокращается, мышца стягивается, да, по площади диафрагмы сокращается. Зато на выдохе, когда у нас, собственно, легкие уменьшаются в объеме, да, у нас диафрагма расслабляется и расправляется, да, то есть по всей своей, как говорится, площади. То есть выдох – это для нас замечательная возможность, особенно сильный, глубокий такой выдох, сильный, да, по максимуму, дает возможность как можно сильнее расправить нашу диафрагму. Да, поэтому сейчас мы будем делать немножко необычные вдохи и выдохи. Да, собственно, когда мы будем делать вдох, мы будем наклоняться вперед, да, и, соответственно, касаться руками, вытянутыми носочков или пола. А затем делаем выдох и при этом раскрываемся всему миру, да, поднимаем ручки, слегка прогибаемся назад. То есть, ну, сейчас я покажу, как это выглядит. Делаем выдох и раскрываемся назад, на вдохе наклоняемся вперед. Посмотрите, как это, собственно, выглядит. Так, секундочку. Итак, это выдох, а это вдох. Знаю, необычно, непривычно. Выдох, прям отклоняемся назад. Вдох. Вдох, выдох. Понятно, да, технически. Раскрываемся и даем выдох, наклоняемся, делаем вдох. И вот это даст по максимуму раскрытие нашей диафрагмы, да, особенно на выдохе, что вот буквально вот все поднимает вверх, потому что поднятие рук стимулирует, да, подъем, собственно, легких еще сильнее, и наша диафрагма расправляется по максимуму. И единственное, о чем, собственно, я попрошу вас, опять же, вдох наш при наклоне, вот вы делали вдох, наклонились, желательно, конечно, чтобы при этом ножки ровные были, но тут уж, как каждый по возможности сможет, да, если сможете на ровных ножках устоять, да, не сгибать их в коленях, это будет здорово. В любом случае наклоняемся вперед и держим это положение, опять же, сколько сможете, да, то есть вдох вот этот держим максимально. То есть вот так, как вдох держали, да, максимально, когда корректировали реберную клетку, так и здесь. То есть, ну, разумеется, поскольку у вас напрягаются мышцы, да, вы в наклоне стоите, масса мышц работает, намного быстрее у вас пойдет расход кислорода, потому что любое движение расходует кислород, да, на работу мышц. Вот. И, соответственно, вы сможете удержаться, ну, секунд там, ну, 7, максимум 10, да, не 15-20, а 7-10. И это нормально. То есть сделайте, пожалуйста, 3 раза раскрытие, выдох, наклон, вдох и держимся до конца, да. Затем снова выдох, вот это вот удержание вдоха до конца, я просто поясняю, да, оно дает последующий выдох максимально сильным. Поэтому вот мы и получаем, да, суперэкстра раскрытие диафрагмы на последующем выдохе. Вот для чего это нужно. Сделайте, пожалуйста, 3 раза, да, 3 раза, и я вам дам парочку дополнительных еще секрет, так сказать, да, из программы, как быстро себя, так сказать, да, приводить в состояние такое бодрое, да, особенно на следующий день после праздника, особенно если был алкоголь, чтобы нейтрализовать его действие разрушительное, да, чтобы не сказалось ни на здоровье, ни на внешности, чтобы полностью окончательно почистить организм, нужна уже программа, рассинка, но хотя бы чтобы улучшить самочувствие, чтобы лучше соображать, вот, эти два рецептика будут для вас таким, такой маленькой шпаргалкой. Итак, мои хорошие, делюсь тем, что проверено на себе. На самом деле, алкоголь я уже не принимаю лет 8, потому что вот с тех пор, как я уже начала серьезно заниматься вопросами оздоровления, ну, уже просто логически было понятно, что все усилия мои просто-напросто перечеркиваются, как говорится, тем же бокалом шампанского на день рождения. Я помню, все на меня обиделись, как раз это был мой день рождения, я говорю, все, этот новый день рождения, этот новый год своей жизни я проведу без алкоголя вообще. Вот, и, собственно, с тех пор уже абсолютно его не принимаю ни в каких видах, даже в конфетах. Вот, и, соответственно, когда-то, да, вот именно такой рецепт, он был очень действенным для того, чтобы привести себя в порядок, нейтрализовать действия алкоголя, действия токсинов, которые вызваны, да, ну, расщеплением уже алкоголя. И работает это просто на ура. Это очень быстро приготовленный отвар семян льна. То есть мы с вами уже знаем о чудесных свойствах, да, семени льна для роста волос, для укрепления роста волос, против седины, сколько раз я вам коктейли давала, да, именно семена льна. Здесь мы просто завариваем одну чайную ложку стаканом холодной воды на средний огонь 15 минут процедили, остужаем, пьем в теплом виде. Желательно сразу, ну, хотя бы, допустим, если вдруг у вас не было в течение дня возможности, такой, да, на ночь очень хорошо снимает вот это состояние такой смурности, да, хмарности, вот этого дискомфорта, тяжести, которая может быть вызвана, как говорится, перееданием вместе с алкоголем. И еще, ну, что, как говорится, вообще не требует никаких, собственно, усилий, затрат, не надо ничего варить. Это всегда спасала правильная минеральная вода. Что значит правильная? Это вода, в которой есть гидрокарбонаты. То есть, не просто какая-нибудь вода, а бы как минеральная, то есть любая минералка. В принципе, любая минералка, ну, допустим, да, с определенным, конечно, составом, желательно все-таки тоже отслеживать, но любая минеральная вода, она, пусть даже, собственно, сильно газированная, неважно, собственно, наличие газов там, как говорится, не помешает. Вот. Она помогает справляться с отечностью, да, но вот именно вода, в которой находятся гидрокарбонаты, то есть гидрокарбонатные минеральные воды, такие как, допустим, боржоми, синтуки, это именно у нас такие продаются, те, кто живет за границей, прям ищите, чтобы гидрокарбонат был в составе. Я для чего вот составы привожу, чтобы показать, что в составе на есть. Вот, да, гидрокарбонаты. В любом количестве, в принципе, их наличие уже помогает, потому что в, вот в этом состоянии, да, можно сказать, после употребления алкоголя, весь кислотно-щелочной баланс в организме, вот после такой алкогольной интоксикации, становится кислым, да, то есть организм закисляется. Это само по себе очень плохо, на самом деле, это влияет и на работу сердца, и на работу межтканевой жидкости, внутриклеточной жидкости, то есть закисляется, повышается кислотность, как бы, да, всего организма, а алкоголь еще и добавляет. Поэтому после такой, как бы, приема минеральной воды, именно с гидрокарбонатами, баланс немножко смещается в щелочную сторону. Только желательно, пожалуйста, не пейте воду с содой. Это совсем, не совсем то, что в данном случае поможет сместить кислотно-щелочный баланс. Именно минералка с гидрокарбонатами, да, себе просто. Поймите, что это действительно великолепное средство, которое и улучшает самочувствие, и убирает отечность, потому что добавляет, как бы, электролитов, то есть солей, необходимых, да, нашему организму, да, и помогает восстановить вот этот водно-солевой баланс, убирает отечность очень хорошо. И самое главное, меняет, да, вот, собственно, кислотно-щелочной баланс в нужную нам сторону, в данном случае в щелочную. Ну и, конечно же, от души все-таки рекомендую пойти и изучить один раз, да, программу «Росинка», и вы уже будете, как говорится, у вас на руках будет схема однодневная, трехдневная и пятидневная, да, в зависимости от своего состояния, да, от анализа того, как вы провели, скажем так, праздник, да, там, юбилей, день рождения, Новый год, 9 мая, неважно, день милиции, любой праздник, праздников у нас много, да, и не везде, к сожалению, есть возможность отказаться, да, от приема алкоголя, там иногда бывает так, что прям заставляют, очень большая сила воли нужна, чтобы сказать нет-нет-нет. Вот, и, соответственно, у вас будет на руках универсальное средство для выхода, да, прям такого экспресс-выхода на ранних прям стадиях, да, из, вот, и обрубание всех последствий, которые могут только развиться, да, потому что они нарастают, как я уже сказала, как снежный ком, и вот эти системные сбои, да, одни могут следовать за другими, если их не предотвратить. И вот хотя бы однодневный, как минимум, вот, курс вам важен, да, у нас есть вариант, где вы можете приобрести только однодневный, а можете, где все варианты, да, есть и на один день, и на три дня, и на пять. Продолжение следует...